Елена Брежная и Михаил Голустян. Я хочу увидеть еще раз всех. Я хочу прекрасно провести время. Я хочу позаниматься еще спортом. Ну и это все такие приятные ощущения. Ну, с одной стороны. Ну, это как на велосипеде. То есть ты научился кататься, все, ты уже не забудешь, как кататься на коньках. Просто нужно форму опять набирать, форму, входить в темп, в ритм. Елочка, как обычно. Елочка? А елочка это что такое? Остальные шаги. А, ну так это, знаете ли, это где-то мы там в продленке проходили. Вот наши елочки несчастные, господи. Маша Петровна на самом деле очень хорошо научила кататься Мишу Голустяну, за что ей особое спасибо. Так что мне приходится делать каких-то усилий именно по обучению катания. Он показывает все, что он уже умеет делать. И мы это используем. Ну, классно. Вот, смотрите, пожалуйста, пожалуйста, до чего они довели меня? Это они во всем виноваты. Нашу пару можно расценить как долгосрочную перспективу. И обычно к концу сезона мы все так раскатываемся хорошо. Но это ни о чем не говорит. Просто нужно делать то, что мы умеем делать. Нужно радовать зрителей, нужно показывать хорошие номера. И Елена и Миша будут танцевать цыганочку. Готовил этот танец Александр Жулин. Я хочу вам напомнить, что Миша Голустян в 2007 году получил приз зрительских симпатий на нашем проекте. И в итоге занял на нем третье место. Пошел. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Невероятное сочетание. Вот это очаровательное хулиганство Миши Галустяна, цыгана и обворожительная улыбка Лены Бережной. Она всех нас, по-моему, заставила улыбнуться во время этого танца, причем не один раз. А по поводу техники я хочу сказать, они пока единственные, кто сделали выброс. Правда, всего в один оборот. Они сделали изумительную дорожку, а потом Миша ни разу не покачнулся во время этого танца. И я считаю, что они выступили на пределе своих возможностей, причем это было еще и на эмоциональном пределе. Очень здорово. Что? Лучший прокат. Лучший прокат. Лучше ты не мог. Не, лучше ты не мог. Лучше я не мог. Не мог, да. Это важный условие. Да, да, да. Мама! 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 Немножко коротковатый номер, здоровый, если я так часто. Ну, слушай, зато сочно, вкусно. Запрягаем. Да, да, да. Елена Бережная, Михаил Галустян. Оценки за технику. 6-0. 5-9. 5-8. 5-9. 6-0. Вторая серия за технику. Оценки за артистизм. 6-0. 6-0. 5-9. 6-0. 6-0. Средний балл 5-98. Общий балл 11,9. Антон, я даже спрашивать тебя не буду, мне кажется, ты сам сейчас нам все скажешь. Приятно Леночку видеть здесь, на проекте. А для меня, конечно, очень сложно оценивать близких, дорогих тебе людей, ставить им оценки и находить в этом ошибки, недочеты. Но в любом случае оценочки я поставил в кредит немножко, конечно. Поздравляю вас с хорошим началом. Тамара Михайловна, как вам понравилась эта цыганочка? Я просто в восторге. Во-первых, Лена Бережная, я не обсуждаю. Но пара Галустян и Бережная, это настолько замечательно. Это так искрометно. Конечно, талант пробьет все. И в этом, наверное, настоящая победа и выступление этих замечательных двух артистов. Спасибо вам. Спасибо. Доктория Антоневна. Во-первых, я Лену с возвращением. Опять-таки мать двоих детей. Да. И эти дети находятся здесь, за кулисами. А мать уже работает. Это прелесть, что такое. Очень уважительно. Очень уважительно. Лена для своего возраста сделала так много. И так много перенесла. И так много перестрадала. Что ей, мне кажется, просто вот должно быть счастье. И это счастье тоже кататься здесь. Правда, Лена? Да. И с Мишей Галусяном особенное счастье, потому что он веселый, смешной, легкий человек. Миша, не уроним. Я думаю, что оценки прекрасные. Очень хорошие оценки. Дорогие Лена и Миша, как видите, мы пришли расширенной командой вас поздравить. Дети уже... Да, 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 да. Дети уже не могли просто, срывая себе голоса, кричали. Трестан кричал, мама, шесть баллов давай. Миша, скажи мне, пожалуйста. Пожалуйста, каково тебе вот кататься с Леной бережной, с такой хрупкой, с такой нежной. И так ее ведь надо ведь беречь, а? Колени не дрожат, скажи мне. Ну, я переживаю перед каждым своим выступлением. Но, если честно, вся вот эта хрупкость и осторожность, она уходит на второй план. Лена внутри очень сильный и храбрый человек. Да, это заслужит аплодисментов. А вообще, я бы хотел поздравить всех членов жюри, всех продюсеров, всех Первый канал и телезрителей, конечно, с началом этого замечательного проекта. Вернее, с его продолжением. Ура, мы наконец-то открыли сезон. Спасибо.